Друзья, всем привет! Рад приветствовать вас на своем канале. Мне часто в комментариях задают один и тот же вопрос, на мой взгляд, очень важный. А именно, когда же лучше всего заниматься размножением таких декоративных растений, как, скажем, фистука, чабрецы, либо же это гвоздика, либо растения, о существовании которых я даже понятия не имею. В общем, те растения, которые размножаются делением преимущественно. А под словом «когда» имеется в виду «это осень, либо же это весна». Разумеется, у меня есть однозначный ответ на этот очень важный вопрос и даже дата. Но дело, видите ли, друзья, в чем ответ на этот вопрос, он подходит конкретно для меня. Или, скажем, для тех, кто проживает на юге Украины. Ну или, например, для тех, кто проживает в тех регионах, которые находятся на той же широте, что и юг Украины, в той же климатической зоне. И вот с этого момента начинаются сложности. А именно, заключаются они ровно в том, что на юге Украины практически нет весны. Разумеется, есть календарная весна, но она не совсем подходит для рассаживания таких декоративных растений, которые размножаются исключительно делением куста. Почему? Потому что, к примеру, март месяц, он еще довольно-таки некомфортный для этих задач. Потому что ночью частые приморозки. И максимальные комфортные условия, они приходят где-то в начале апреля и длятся не так уж долго. Ну, скажем, до конца апреля. Вроде бы месяц времени, не так уж и мало. Но, с другой стороны, в любом случае, рассадка растений, то есть деление куста, это стресс для растения. Как вы сами прекрасно понимаете. Где-то приблизительно около двух-трех недель необходимо растению для того, чтобы справиться с этим стрессом. Ну, и после этого наступает май месяц и начинается жара, которая неизбежно давит на растения. То есть, в любом случае, подавляет его активность, его рост, его вегетацию. Поэтому, опираясь исключительно на свой многолетний опыт, я пришел к выводу, что весна для этих целей мне абсолютно не годится. И стараюсь размножать растения такого вида исключительно осенью. Почему? Потому что осень у нас действительно очень мягкая. Где-то с конца сентября и до конца ноября температура очень плавно-плавно-плавно опускается. За это время растения очень хорошо успевают справиться со стрессом, с адаптацией к новому месту, можно так сказать. И уже в зиму входят более-менее подготовленные. То есть, имеется в виду с маломальски развитой уже корневой системой и адаптированы к зимним условиям. Ну, и уже после зимовки растения вступают в новый сезон, назовем это так. Уже полностью подготовлены, без какого-либо стресса. И весной начинается активный прирост. Поэтому, еще раз повторю, самый оптимальный период, как по мне, для рассадки растений, которые размножаются именно делением куста, это осень. Октябрь-ноябрь месяц. Ну, и справедливости ради надо заметить, что в нашем регионе осень длится практически до Нового года. На самом деле, для нас очень большая редкость, когда в новогоднюю ночь мороз и лежит снег. Преимущественно, это дождливая погода и, соответственно, грязь везде. Поэтому Дед Мороз, который поздравляет детишек в новогоднюю ночь, надевает на ноги не софьяновые красивые сапоги, а простые калоши, в которых он обычно работает в огороде. Итак, резюмируем. Оптимальная температура для рассадки растений, которые размножаются делением от 12 до 18-20 градусов. И тут важно понять, в какой период года максимально долго держится такой зазор температур от 12 до 18, скажем, до 20 градусов именно в вашем регионе. Для этого, разумеется, не нужно ввести тетрадь наблюдений за погодой. Помните, как мы в школе это делали? Сейчас очень много всяких разных сайтов, где фиксируется погода за много-много лет. Достаточно открыть такой сайт, и вы сразу для себя определите, какой наиболее комфортный период года для вот этого занятия. То есть, если короткая осень, но при этом длинная весна, то, разумеется, лучше весной. Но если, как у меня, короткая весна или практически ее отсутствие, то, конечно, предпочтение отдается осени. Но при этом, при всем еще хочу заметить, что растения, разумеется, не погибнут, конечно, из-за этого. Мы просто говорим о том, чтобы оно дало максимальный прирост. Или, иными словами, добиться максимально качественного результата. Поэтому, друзья, при всем моем желании, я не могу совершенно точно вам ответить, когда же вам лучше всего этим заниматься. Эту работу вы должны проделать сами, и на основе результатов сделать свои, лично свои выводы. Я лишь только даю вам небольшую подсказку, от чего нужно отталкиваться. Искренне надеюсь, что эта информация вам поможет. Если же все-таки я что-то упустил или не полностью ответил на ваш вопрос, пишите, пожалуйста, в комментариях. Ну, а на сегодня, друзья, у меня все. До новых встреч!